Тема для женщин нескончаемая, как и тема внутреннего диалога, потому что человек – социально-биологическое существо, и общение с обществом у него в голове как внутренний диалог. И когда напряжение высокое, человека даже трясёт, и вот эти мысли крутятся и крутятся, как бетономешалка. И мы в прошлый раз говорили о том, как выпустить пар, как снять напряжение, как выйти на состояние нулевого равновесия, когда ты в эмоции не залипаешь. И вот мы говорили с моим другом Мишей Поповым, и мы пришли к этой фразе вместе, в этом синергетическом общечеловеческом диалоге от самоорганизации природы к саморегуляции человека через стадии от биоробота к осознанному самоуправлению, от синергетики природы к синергетическому диалогу, рождающему новое, то есть человеческому. Не залипаясь в эмоции и не теряя головы. Не зацикливаясь, уметь находить мгновение, нулевое состояние, сбрасывать стресс и перезагружаться, обновляться, как бы заново рождаться. Что существуют разные техники. Например, мы в прошлый раз говорили, идеальный собеседник, целебный самодиалог, для отключения внутреннего диалога, для разгрузки и перезагрузки, для восстановления. И мне пришло письмо от Виктории. А почему пришло? Потому что там в комментах мне писали, бывали такие комменты, что я вот в зеркало так разговариваю, смотрюсь или на иконы молюсь, разговариваю сама с собой. Ну, разные были там. А были такие вот комменты, а зачем это нужно? И вот, что написала мне Виктория. Особенно дело в том, что у нас в прошлом ролике мы говорили, там, пример, когда на душе так плохо поговорить не с кем. И вот написала Виктория, я очень благодарен ей. Так что машу ручкой цветы, пожалуйста, и цветы здесь, и розы, и розы здесь. Здесь всё для женщин, говорится, всё для Виктории, всё для победы. Да, ну, Виктория – это победа, кажется, да? Если так, то подтвердите, пожалуйста, в комментах. И так дальше. Значит, здравствуйте, дорогой Хосе Магаевич, пишет Виктория. Очень хорошо, вам белый цвет, вы такой нарядный. Ну, понятно, спасибо, Виктория. О, поддержка. Очень хорошо. Так, хочу сказать касательно выговаривания. Ну, о прошлых роликах. И я так удивилась, что большое количество людей не знают о нём. Забывают, не используют. Это говорит о том, что у большого количества людей заблокированы инстинктивные механизмы спасения. Я, например, всю свою жизнь писала, рисовала, выговаривалась. И перед зеркалом я сама собой репетировала речи, представляла собеседника, из Вселенной перед ночным небом говорила. Это было с самого детства, и никто меня этому не учил. А ведь испокон веков люди с молитвой обращались к Богу. Ведь это и есть самоанализ глубинный. Ничего не утаивая и не боясь, всё рассказать как есть. А там и надежда, и вера в лучшее приходила. В психологии есть техника пустой стук. Представить собеседника и сказать всё, что о нём нет. И сказать всё, что на душе. Да. И сказать, да, представить собеседника и сказать всё, что на душе. Когда люди не могут поговорить с человеком, который ушёл из жизни, или просто нет возможности попросить прощения. Очень хорошо работает. Проверено. И вспомнился анекдот, она пишет. Пока я мылся в душе, моя жена успела поругаться со мной, а потом помирилась. Ну вот, стоял в душе и как бы мысленно разговаривал с женой. Там происходила вот эта вот драматургия. Вот что такое внутренний диалог. Так вот, друзья, когда на душе плохо поговорить не с кем, конечно, эта техника, о которой мы говорим, просто потрясающая. Она такая лёгкая, она такая свободная, потому что, как написала Виктория, много-много людей часто так и делают, и я это знаю, и по комментам сужу, очень много людей так и делают. И с зеркалом разговаривают, и мысленно сами с собой разговаривают, и не только сами с собой разговаривают, а с кем-то. Я, например, часто о маме вспоминаю. И когда я думаю о каких-то решениях, какие принять решения, я как бы с мамой разговариваю, и она как бы мне своё мнение говорит. А потом однажды я сделал методику, когда мне надо было принять важное решение в противоречивых обстоятельствах. Там была ситуация, когда одна организация предлагала мне возможность по договору работать, и предлагала, приехав туда работать, начать работать, а я не мог. И вот я тогда мысленно посадил перед собой за столом трёх людей, которых я уважал. Ну, судя, видимо, по телевидению, по стереотипам, я посадил Карла Маркса, Владимира Ильича Ленина и Сталина. И им задал этот вопрос, ехать мне на эту фирму или не ехать, вот как мне поступить в этой ситуации. Вот это был внутренний диалог, когда я мысленно обратился к ним с вопросом. Я как-то рассказывал об этом в ролике, что это такая методика, сама по себе отдельно интересная, когда вы можете обратиться к кому-то, к каким-то своим авторитетам, и они вам дадут ответы. Точно так же, как на острове Питакао или где-то там статуи такие огромные стоят с пустыми глазницами, человек подходит, заглядывает в эти глазницы и спрашивает, будет дождь или не будет дождя. И подсознание его ему выдает ответ. А эти глазницы как бы являются посредниками между его сознанием и подсознанием. Точно так же их и романтия работает, точно так же гороскопы работают. Когда некий посредник в их качестве. И вот здесь я задал вопрос тогда, и вот тут интересно, Венин встал со стула, стал ходить по комнате и говорит, работать надо всегда, батенька. А Сталин ходил по комнате, попыхивая трубкой своей знаменитой, и говорил, некоторые товарищи ошибочно думают, ну и дальше он что-то говорил, и потом Карл Макс сказал, в конечном счёте они втроём дали мне три разных решения, которые в целом интегрировались у меня в одно сбалансированное решение. Да, я понял, что надо делать. Я на эту фирму позвонил и сказал, да, работать надо всегда, поэтому я готов работать, но работать давайте начнём в интернете. Первую часть сделаем в интернете, да, и вопрос был решён, и работа была сделана, и я не потерял времени, потому что когда мы начали работать в интернете, потом проявились мои возможности, их возможности, и я не потерял времени на эти поездки. Итак, друзья, вот видите, как важен вот этот вот разговор с самим собой, который мы производим сами в разных формах, а когда мы хотим добраться до самых глубин подсознания, когда мы хотим понять технику работы с подсознанием, в самую глубину нам как раз таки тогда и надо снять внутренний диалог, выйти на состояние нуля, и там, задумавшись над волнующим нас вопросом, в этой глубокой душевной безмятежности, когда мы не мешаем сами себе своим умом, своими стереотипами, своими блоками сознания, своими авторитетами, какими-то кумирами и прочее, а когда даём свободу для включения ассоциативного мышления, чтобы миллион ассоциаций, связанных в русле этого вопроса, чтобы не мешался нам какой-то вот стандарт, блок, стереотип, страх и так далее, выпускаем там. И поэтому нам иногда нужно освобождаться от внутреннего диалога, выходить на нулевое состояние. Ну и так, и так, и так, друзья, так что у нас вебинар будет. Через несколько дней мы напишем название, пригласим, и мы там ещё быстрее будем выходить на нулевое состояние, так что готовьте волнующие вас вопросы, чтобы сами себе там им могли, или их могли себе задать в нулевом состоянии и получить из этой своей бесконечной, бессознательной сферы, в котором заключён весь опыт генетики, бабушек и дедушек, и всего человечества, до самого, как говорится, Адама. И получили ответы, когда вы к решаемому вопросу подключаете опыт поколений. Да, друзья, это и будет творческий подход. Так вот, приготовьте себе вопросы, потому что вы получите на этом вебинаре ответы. До встречи, друзья.